Презентация, прошу шоу, учителя русского языка, школа номер 69 Сабунчинского района Гусейновой-Вафы. Основателем этого прекрасного города был Карабахский хан Панахали-хан Джаманшир. В 1750 году в одном из самых красивых мест Карабаха, окруженной с трех сторон крутыми скалами, был заложен фундамент будущей крепости. Внутри крепостных стен возведен дворец. Местные жители в честь хана назвали новый город Панахабад. Однако почти сразу в народе прижилось и другое название – Шуша. По одной из версий она произошла по аналогии со словом «щища». Так на азербайджанском называют острые пики гор. По другой – от слова «щуща», то есть стекло, что связано с прозрачностью воздуха и мясных ледников. Шуша, ставшая столицей Карабахского ханства, была построена в лучших традициях тюркской архитектуры. Город был разделен на 17 мегаля. Шуша 50 лет оставалась исключительно азербайджанским городом. Первые армяне были перенесены по Чуркменчайскому договору. В течение двух лет с 1828 по 1930 год на Южный Кавказ было переселено тысячи армян. Им было выделено более двух тысяч десятин земли. И в 1932 году, согласно переписи, население здесь проживало свыше 91% азербайджанцев и чуть более 8% армян. В результате продолжавшиеся долгие годы переселенческой политики число азербайджанцев снизилось до 60%, а число армян увеличилось почти до 35%. До оккупации армянскими соединениями 8 мая 1992 года в территории Шушинского административного района входили один город, один поселок Штуршсу и 37 сел. Чуркские названия этих сел свидетельствуют об их древней азербайджанской истории. Например, Ахбулак – белый родник, Армудло – грушевая, Нагаллар – сказки, Гарабулак – черный родник, Чайкент – речное село. Также в Шуши до оккупации было 300 исторических памятников, 550 старинных зданий, крепостные стены длиной 870 метров. Из них 23 исторических памятника относились к памятникам азербайджанского и мирового масштаба. Многие из этих памятников относятся к 18-19 векам. В течение 20 века Шуша три раза была жертвой происков армянских националистов. В 1905-1907 годах город Шуша был захвачен и сожжен. В 1920 году большая часть города была разрушена. В третий раз в мае 1990 года город был окончательно захвачен. Посмотрите, это наша родина. Это Шуша. Он не просто обыкновенный город, построенный из камней. Он не просто обыкновенный. Он живой. У него есть душа. В его жилах течет кровь. Азербайджанская кровь. Без азербайджанцев Шуша никогда не расцветет. Посмотрите, во что превратили армянские оккупанты. Фотографии на видео – это лишь небольшая часть оккупированного города. Весь город лежит в руинах. Более половины построек города являлись памятниками архитектуры второй половины XVIII и всего XIX века и представляли собой уникальный образец азербайджанского зодчества. Основные и самые красивые здания являлись плодами творчества видного азербайджанского архитектора Кербалайи Сяфихан Карабави. Жаль, очень жаль, что армяне хотели скрыть факты принадлежности города Азербайджана. Беспощадно превратили всю эту красоту в руину. Сегодня от былого азербайджанского города благодаря стараниям армянских вандалов осталась только тень. Однако восстановление Шуши уже не за горами. Освобождение оккупированных азербайджанских территорий и в первую очередь символа Карабаха – Шуши – это новый толчок для развития как азербайджанской, так и мировой культуры. Азербайджан – это Карабах. Карабах – это Азербайджан. Карабах – это Азербайджан.